Субтитры делал DimaTorzok В данный момент, это декабрь 2017 года В принципе, в данной хайп индустрии это поведение, я так понимаю, более-менее нормальное То есть тенденция нормальная Это период скамопадов, когда каждый администратор, каждый проект админ Пытается свернуть свой проект, схлопнуть все деньги инвесторов И пойти бухать на новогодние праздники Еще раз не устану повторять Я не знаю, почему они так делают То есть я готов снять шляпу перед теми админами Которые понимают, что после 1 января есть жизнь Нету после 1 января Нету там конца света, понимаете? Но нету, после 1 января идет 2 января, 3, 4, 5, 20, 30, понимаете? Там идет февраль, марта, апрель, мать То есть если я вкладываю свои какие-то средства на развитие какого-то проекта Зачем я должен его схлопывать в декабре Чтобы пойти пообедать или поужинать и потанцевать Где-то на новогодние праздники Чтобы потом 2 января встать и думать Какой бы проект мне опять дальше создать, чтобы опять бабла срубить Вот, поэтому я еще расскажу Я абсолютно этого не понимаю Я не понимаю Вот у меня тоже свой онлайн бизнес Мне тоже ничего не мешает сейчас встать и сказать Ребята, вот я, кстати, у меня срочки платежей Допустим, как мне платят со срочками, так и я плачу со срочками Да, у меня есть какие-то, предположим, буферная подушка Которая, в общем-то, крутится и закрывает какие-то проекты перед исполнителями Но, тем не менее, у меня никогда не возникало идеи Встать, выключить компьютер и сказать Все, 31 декабря, сейчас все деньги себе с кошелька обналичиваю Со всех счетов Иду гуляю, снимаю рестораны, яхты и так далее А 2 января с яхты сойду и скажу Что-то надо думать, потому что кушать хочется И машину заправлять, и коммуналку платить Вот, поэтому я никогда не пойму этих админов Которые так делают Вот, и еще раз повторяю, что я уважаю тех админов Которые понимают, что после 1 января есть жизнь Она действительно есть И кушать действительно хочется 1, 2 и 3 А не только 31 нажраться и все, и умереть Вот, у меня ощущение, что они собрались все помирать Те, кто вот соскамили свои проекты Вот, точно так же проекты на каникулы Ну, это уже чисто уход проектов на каникулы Это просто, ну, наверное, скорее всего, какая-то жадность, что ли, да? То есть, каждый админ проекта, предположим, неважно Маленький, он большой, у него есть какой-то доход Предположим, ну, как любая пирамида, да? Вот, то есть, человек не живет, как бы, вот На остаток схлопнувшейся пирамиды То есть, допустим, пирамида работает там Какой-то месяц, два, там, типа, три, да? И вот, когда я смотрю, что приток, как бы, меньше стал, да? Я беру, просто закрываю денежки, остаток беру И вот это мой заработок Нет Я никогда в жизни не поверю, что так происходит То есть, админ заработать не под конец пирамиды Естественно, часть денег он выводит всегда себе На жили-были, на жизнь, на какие-то свои нужды Что значит каникулы? То есть, в данном случае, человек есть потолок Потолок заработка какого-то проекта У того же админа, да? Или у того же администратора Вот, и я считаю, что Вот на этот потолок и надо как-то ориентироваться То есть Есть у меня там тысяча долларов в месяц, хорошо Есть там две, три, пять тысяч долларов в месяц От проекта Я не должен Я знаю, конечно, что у меня там оборотных денег Пятьдесят тысяч Но я не должен брать эти пятьдесят тысяч Если у меня потолок пять И жрать, и пить, и там, и бухать, и гулять на эти пятьдесят тысяч Потому что, понятное дело То есть, тут уже предела чейской жадности нету никакой Если я на пятьдесят тысяч оборотных денег Сейчас нажрусь, напьюсь, съезжу за границу В Прагу, там, куда-нибудь В Дубае, там, в Египет На Новый год То я в жизни потом этот проект с каникул не верну Потому что, ребята, приток денег нет Каникулы То есть, в данном случае, каникулы Это означает, ну, конец Все, тот же скам, в общем-то Поэтому, я не понимаю Вот, понятие каникулы Понятие закрытия проекта То есть, это люди, которые считают Что можно помирать второго января Или, там, то, что они пережрут Перепьют водки, там, не знаю Вот, что они там сделают такого Но, в данном случае, я вижу Что эти люди собрались помирать Потому что, в общем-то, их проект Они похоронили Но, к сожалению, видимо, это так На данном рынке это так Поверьте мне, я работаю не на одном рынке На рынок хайпов я пришел буквально Вот год назад То есть, в декабре я еще Не сильно Участвовал в рынке Поэтому, как бы, для меня это в диковинку На всех остальных рынках Наземного бизнеса Как бы, даже онлайн бизнеса Тех же интернет-магазинов Или тех же, там, сферы услуг Которые есть в интернете, да Такого нет То есть, я не могу взять сегодня Предположим, у меня магазин Магазин, да Куча предновогодних подарков А это у всех такое бывает Когда люди, там, наплыв идет Собрать со всех денег Захлопнуть в магазин и пропасть То есть, такого нет Никто, даже онлайн бизнес И так никто не делает Вот Но все, как бы, думают Что, в общем-то, завтра надо будет тоже кушать Или, там, 2 января Но, в общем, админный проект Видимо, другого мнения Поэтому В связи с такой ситуацией Да, мы, конечно, потеряли Один из трендов этого года Это айсейка Мы потеряли Один из... Ну, вернее, мы теряем Пока что не могу Что же потеряли Это резонанс капитал Они вышли на каникулы Никто не знает Вернутся они за каникулы или нет Это уже только Только всевышний можно знать Или сам админ Вот Ну, хотя там такой серьезный проект В общем-то, это серьезный хайп Поэтому Тут уже как совет директоров помешать А если это админов Вот Ну, и точно так же Как бы Все вот эти вот Мелкие проекты Которые мы рекламировали у нас Как Биток-центр и Битси Такой, как Байтернер Да, вот Которые у нас на канале Мы рекламировали Да, которые, в общем-то Ну, предупреждали, что это фасты С этими фастами вообще Как бы Говора нет Понятно, что там люди Пытаются дожить до 31 декабря И все И дальше не знаю Что я буду делать Пилить новые проекты Или там Опять что за неделю Вот сколько Не знаю Вот Не понимаю этого Поэтому Тенденция такая Да И В данном случае Ну В этом году Наверное повезло всем Да То, что, в общем-то Поднялся тренд криптовалют И В большинстве случаев Проще положить На сохранение Просто на сохранение Даже не на трейдинг Именно Криптовалюты Чтобы Так сказать Просто прирастить сумму То есть Я Вот Буквально Как бы Покупал Криптовалюту Ну В принципе Последнюю неделю Я ее покупаю Регулярно В зависимости от Прихода денег Сколько приходит Вот Я ее покупаю И в общем-то Она уже повезла В два раза Ну Сто процентов Как бы Я сделал Сделал уже Как бы Заработал денег Ну и заработала Как бы Сейчас На кабинете денег Да Два раза увеличилось Чем просто Можно было Входить в самый Жесткий фаст Который в жизни Такого не даст За три дня Плюс сто процентов Вот Поэтому Я вас Конечно Советую В данном Случае Входить В криптовалюты Какие именно Криптовалюты Вы можете Написать Я вам скажу То есть У нас Тоже Так сказать Взаимное Общение Идет Между коллегами Никто не скрывает Какие именно Сейчас тренди Вот И второе Это скорее всего Форекс Форекс Конечно Тоже Высокорискованная Такая Сфера Да Но тем не менее Вот В данный момент Я решил Пользоваться Двумя Вот этими Средствами Это Дарит Выправление Трейдеров И криптовалюты Вот Трейдер Двумя На форексе И криптовалюты Естественно Просто холодное хранение Вот Скорее всего После нового года Можно будет Их Уже сливать И Работать дальше Но пока Не Пока Не мере Вот тенденция Сегодня Вот такая С Инвестированием С интернет Инвестированием Да Поэтому Будьте Очень внимательны Не заходите Я вам не советую Сейчас вообще Никуда заходить Даже В принципе Крупные проекты В общем Если вся индустрия Весь рынок Считает Что Жизни нет Есть Конечно Некоторые проекты Считают Что жизнь есть После нового года Вот Но Я бы Наверное Тоже Не знаю Я бы Не стал Наверное Тоже На фоне Всеобщей Такой паники Заходить В какие Либо Проекты До нового года Потому что Риски Более повышенные Поэтому Смотрите Сами Думайте Сами Я высказал Своё мнение На фоне Всего происходящего Что происходит А там Уже За внимание С вами был Герман Фермяков Еще увидимся В нашем Канале И услышимся На Азовской столице Пока Продолжение следует...